Всем привет-привет! В этом видео я покажу, как превратиться из чудовища в красавицу, если у вас совсем нет времени мыть голову. Для этого нам понадобится много косметики и немного времени, плюс хорошее настроение. Итак, начнем с макияжа. Сегодня я впервые попробую ЕЕ-крем корректор от Estee Lauder с SPF защитой 30. Крем, конечно, имеет очень легкую текстуру, он хорошо матирует, поры не забивает, но наносить его немного тяжеловато, как вы заметили. Распределяю крем при помощи бьюти-блендера. Далее использую любимый корректор Double Wear, который хорошо маскирует покраснение и мгновенно подстраиваться под ваш тон кожи. Вот вы заметили это. В этом видео я делаю макияж при помощи кисточек Zoiva Pink Elements Classic. При помощи кисточки 322 я оформляю брови. Да, ребята, не обращайте внимания на мои брови, сейчас они у меня в процессе отращивания. Плюс ко всему у меня сошел татуаж бровей, в общем у меня грандиозные планы по поводу моих бровей. О том, как я оформляю свои брови, сниму отдельное видео. После оформления бровей я закрепляю тон любимой пудрой и любимой кисточкой от фирмы MAC. Начинаю делать макияж глаз. Использую пятицветную палетку от Estee Lauder. Она мне очень нравится. Красивые оттенки, которые прекрасно сочетаются между собой. Тени наношу кисточками 231 и номер 230. Кисточки очень мягкие, намного мягче, чем от фирмы MAC. И это не очень хорошо. Кисточки очень мягкие, намного мягче, чем от фирмы MAC. Любимой подводкой я рисую толстые стрелки, так как буду клеить сверху ресницы. Вначале прокрашиваю свои реснички тушью, а затем сверху наклеиваю ресницы. О том, как правильно клеить реснички, у меня есть отдельное видео. Я недавно его снимала, можете посмотреть. Приступим к контурированию лица. Прорисовываю скулы плоской кисточкой номер 109. Если честно, я не в восторге от этой кисточки. Она наносит продукт неровно. Затем кисточкой номер 127 наношу румяна. Скажу честно, что кисть неплохая. Заключительный штрих и любимый хайлайтер от фирмы NARS. Оформляю губы при помощи карандаша от фирмы MAC и очень красивой помадой от Estee Lauder. Все названия я оставлю под видео, можете почитать. Макияж готов. Теперь приступим к созданию прически. Как вы заметили, голова у меня не свежая, не мытая. Есть один способ, как без сухого шампуня сделать волосы свежими. Для этого я использую прозрачную пудру. При помощи спонжика я хорошо ее распределяю по пробору, растираю, втираю, питать себя излишки жира. Плюс ко всему создаст дополнительный объем. Это очень здорово. Начес тоже спасает от видимости грязных волос. Я делаю начес по всей голове. После этого я немного причесываю сверху свои волосы и собираю высокий хвост при помощи тугой резинки. Все неровности поправляю пальчиками. Завершаю свой образ вкусным весенним ароматом от Michael Kors. Образ готов! Оцените! Напишите в комментариях, как вы относитесь к лукам в кроссовках. Как вам этот новый тренд? Можно ли носить платье с кроссовками? Всем спасибо за внимание. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok